Но тут важно понимать, насколько велики шансы у Насирова в европейском суде. Не слишком ли радужные перспективы рисуют многочисленные адвокаты экс-главы ГФС? Оценить их мы попросили мою коллегу Елену Зорину, она работает в Брюсселе. Лена, как ты считаешь, поможет ли Насирову иск в Страсбург? Да, Кать, добрый вечер. Но заявить о подаче иск в Страсбург, это еще не означает выиграть дело. И то, что оставленный сегодня под стражей Роман Насиров планирует это сделать, заявлял не раз, мол, не согласен с тем, как идет процесс. И сегодня же это подтвердили защитники отстраненного главы фискальной службы. Но хочу сказать, чтобы составить обращение в Европейский суд по защите прав человека, адвокатам придется изрядно попотеть. Дело должно быть беспрецедентным, только тогда суд приступит к рассмотрению, жалобы должны быть конкретными. Но и самого решения придется ждать не месяц и не два, а возможно даже несколько лет в Страсбурге с этим не спешат. Насиров, кстати, не первый, кто обращался в ЕСПЧ. Здесь же слушали дело лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Ее арест по газовому делу признали незаконным. Сюда же обращался нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его кейс признали политическим, а арест незаконным. Также касательно своего ареста сюда обращался экс-регионал Александр Ефремов, бывший вице-спикер парламента и экс-нардеп Николай Томенко относительно кражи мандата. Здесь же рассматриваются пять исков Украины против России и готовится шестой. Интересно, что граждане нашей страны довольно часто обращаются в Европейский суд по защите прав человека. Киев занимает шестое место по количеству исков, а в пятерке лидеров Россия, Польша, Румыния, Франция и Турция. Елена Зорина была с нами на связи из Брюсселя. Лен, спасибо, что разъяснила тонкости европейского правосудия.